будет как вот чуйка карты сохранилась не сохранилась как будет выглядеть темп игры и прочее да здесь вертига я не ожидал увидеть но я уверен что команды нас не разочаруют тем более что коэффициенты равны на эту карту до пистолетный раунд уже на ваших экранах что касается командам call у них был винстрик поражений винстрик поражений странно звучит да стрик поражение 245 матчей только вчера не apix выиграли на этой карте если бы будем посмотрели матчи то я думаю должны быть готовы и наверное вот был в этом плане есть преимущество тем временем такой неторопливый старт раунд амкал постепенно поднимаются они кстати с корона будет столкновение он дал минус но тут же погиб в любом случае там еще дуалберейта могут подключиться с рукава в любой момент пока аккуратненько притаился зорты мимо него будут проходить судя по всему но в любом случае сюда проглят поглядывать должны будут пытается на фоне нашивать но безуспешно а там зорты начинает в тылы открываться на цементе игрока замечает должен подключаться сейчас по форестеру и не идет у него стрельба в итоге большинстве остаются амкал но у них так мало хп ой 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 спины с дэйм увидел двоих и теперь пошла перетяжка на другую точку амкал еспорт и нужно что-то делать на фаним с тиммейтом на фане уже падает и магноле с последней 2 хп всего неудачный тайминг для релоуду выбрал здесь даем 22 хп на двоих у амкал магноле всего два есть первый минус и вот теперь кто первый по кому попадет у одного 2 у другого 18 время естественно на руку форестеру играет форестер выпад даже выпад совершать не будет оп был замечен его добирает в итоге магна ну и раунд конечно достанется бэдбул магножец один в три берет имея 2 хп при этом в кт игрок был 100 х и повый хорошие тайминги были ну это сильно на самом деле тут не поспоришь действительно ну конечно каждый из противников допустил оплошность которая к этому приведи привела но стоит учитывать что нужно соперника еще и на эту оплошность вывести и уметь и воспользоваться и здесь он сделал все идеально амкал но свою пистолетку проиграли были 3 в 1 могли держаться но тут оступились там оступились в итоге хотя бы бомбу поставили сейчас будет байв 5 гальев ну и такой никакой пул гранат я рад что это сделал именно магножец новичок команды бэтбум поэтому я думаю он сейчас максимально доволен результатом тем более когда ты играешь опорником б точке у тебя иногда не бывает мало возможностей реализоваться а тут сразу пистолетом раунде да ну плюс еще на фоне говорил что хорошо что появился такой инициативный наглый игрок здесь инициатива кстати его на руку не сыграла трэвис поймал в итоге и в большинстве остаются амкал при этом бэтбум судя по всему собирается как-то перераспределиться под а остается в соло на фоне с mp9 тиммейт из такую точку б ну а бомба как мы видим находится под точкой а но время еще есть на подумать на фоне сразу даст молотов если заметит кого-то соперников и тут контактный долгий выход смог уже дал можно еще молотов накинуть в плен что и делает на фоне но тайминги не в его пользу трэвис находит фраг по капитану команды бэтбум и еще с дэм есть лёркер да можно бэтбум уходить на сейв чем они и занимаются пошел на агрессивный сбор информации магна и погиб под точкой б после чего на фоне просто в соло поймали на а но с другой стороны для бэтбум здесь позитивный момент что все-таки 3 девайса по цели три из них это штурмовые винтовки соответственно докупиться в следующем раунде более-менее боеспособными быть они могут двое сыграют с мпшками там с какими-нибудь пистолетами ну хотя может быть еще зор то есть свой девайс и он находит с дэйм и это очень важный килл то есть если от трех ганов закупаться вполне себе норм то вот от двух уже не так приятно а тут и вовсе один усиление остается похоже его будут загонять толпой ничего не сохранить команда бэтбум и такое бывает а вот теперь вопрос чем закупаться девайсов нормальных нет но будет форсить любом случае как амкал перевернули после такого обидного пистолетного раунда собрались и готовы выходить вперед да не они сто процентов выйдут и причем закрепится по счету мало вероятность что это горстка по 250 и пара 5-7 решат вопросы для команды бэтбум ну разве что амкал тоже позволит этому произойти кстати говоря забрали только одну из прошлого раунда амкал хотя и 2 против снова тот самый контактный выход прошлом раунде были хорошие тайминги против нафани в этом раунде может пройти то же самое только один нафани и есть на этом пленте укрепление точки б вот бэтбум а кажется что мы смотрим не забыть бума за виртус про да сейчас не попытки угадать укрепить одну из точек здесь понятно на пистолетах тебе нужно хоть ну за счет числа получить какое-то преимущество но вот когда они потеряв магна под б решили ее тотально укрепить и оставить здесь на фоне в соло было довольно опасно но и амкал похоже без проблем точку а возьму под контроль на фоне нужно совершить что-то нереальное чтобы ситуацию исправить на него ходить с дэйм без проблем этот фраг дает ну и дело шляпе кайрон также был пойман ну что делать дальше снова попытка сэйва вот бэтбум хотя бы армора с пистолетами в этот раз и пойдут не на б точку а в мид пойдут ли мкала искать в этот раз да вроде вот пистолеты и не хочется важно да что сходили эмки выбили так-то на тема нормально позакупились бэтбум рискнули амкал выбили из соперника все девайсы а вот пистолеты пистолеты пускай остается следующий раунд будет экономическим фул эко для бэтбум маловероятно увидим что то здесь даже 300 долларов заработать не получилось вообще довольно уверенно сейчас ведут амкал они теряют игроков да в своих раундах пистолетку мы не берем дальше все очень уверенно берут амкал да видимо после вчерашней игры против apix знают что нужно делать и как действовать на этой карте и пока все складывается хорошо не считая обидной пистолетки ну тут фул эко как и говорилось есть не дефолтные пистолеты и три армора но они были засейвлены ну и посмотри мид пушит защита стоп погоди мне показалось нет по мини карте нет они там скопились просто на бусте собираются подсаживаться трипл после зорта дает свой минус забрали крада теперь большинстве команды 2 впервые за долгое время пошли пушить пошли давить здесь слышали все это игроки атаки просто развернулись и под точку б скрутили ногу там их не поймать данный момент но они также могут вернуться просто форестер слышит еще одну перетяжку уже под точку б так и есть пошел у нас выход бомба должна быть установлена я думаю здесь не будет никаких проблем для команды амкал но я уже ошибаюсь из-за того что они решили сделать фейк это может не очень хорошо сказаться но позиционно все равно преимущество омкал и по девайсам тоже на фане при этом красный надо как-то выходить со смыка множество на размен тиммейтов и минус 2 минус 30 разобрались амкал в очередной раз но было опасно да да отлично отыграл с даем да ушел под б и мало того что он создал там жесткий эффект присутствия из большей части команды ничего и kill дал заметил подсадку и только вот в ухо зашедшему кто там забирала магна как раз по моему успел вот как ситуация немного исправить но и стоит отметить на фане тоже с юс по нашел минус под точкой а вам же друзья напоминаю о том что это официальная трансляция студии фиссура по трансляции имеется баннер ссылочка на телеграм-канал фиссуры заходите участвуйте в наших постоянных розыгрышах ну и всегда будете в курсе последних киберспортивных событий тем временем на фане находит опыт остается при этом красные наконец-то есть какая-то борьба за рампу от команды badboom нам кал дальше готовы проходить контактом без каких-либо гранат и это получается делать у них в этом матче да действительно амкал так вот очень планомерно аккуратно эту рампу проходят раз за разом замечает корона форестер пошел дальше но здесь двое его встречают он этим префарем уже никого не заберет а вот тревис два важнейших врага дает и команда амкал снова в большинстве три в два остаются они пойдут ли сирене магнона такой ретейк хаешка уже запоздала никого она не найдет а ведь там есть красный с дэйм которого хотелось бы этой хаешке добрать тревис тоже не фуловый но он так как раз в бачок магна и заберет ну и все сирене зим 3 уже должен разворачиваться на сейф очередной раунд для амкал четвертый к ряду уверенно пока действует амкал в атаке на этой карте и все у них получается против контакта рампы ничего не могут сделать бэдбум даже несмотря на то что на фане находил open не ощущение что нужно бэдбум просто пойти втроем не давать так просто заходить контактам и игра пойдет может быть как раз боятся игроков потерять на это рамп поэтому играют так зажато но в данный момент действительно амкал получают полный карт-бланш на действие под точкой а заходят и вот там получается они же даже были в подавляющем большинстве потому что не только на фане свой минус нашел но и открывающийся по моему форестер да там с рукава не смог минус дать а в итоге все равно бэдбум не смогли не смогли этот раунд добрать трэвис разменялся грамотно 3 минуса оформил за раунд но теперь играют от двух эмак бэдбум остальные на пистолетах зорт вообще с юспом хочет авик так на фане в упор пошел и снова есть фраг еще девайс не забрал нет получилось обновляется смог в ответ летает молотов борьба еще и забыть точку на фане еще с 5 7 оформляет фраг по краду знаешь и на фане напоминает соло воина плента да да очень много на себе берет и по факту не зря да статистика в минус но сколько entry down нашел сколько вот таких вот киллов которые конечно на исход раунда не повлияли но он создает перевес для своей команды вопрос в том что воспользоваться этим не всегда удается но и теперь уже амкал меньшинстве приближаются к точке а на установку бомбы здесь трое магна кайрон прям вот по ту сторону дыма сидят сирень на хэдшоте пошел фейк залетает кайрон подключение ух с 5 7 у них было здесь 2 м ки но именно кайрон 5 7 отдал все пилы и вот результат окей но тут скорее на фане который много работы сделал с 5 7 получила забрать этот раунд но если он дальше продолжит играть без помощи тиммейтов не знаю насколько это будет продуктивно коэффициенте временем же 2.8 на команду бэд бум но теперь у них появляется алик есть подобранные калашики 2 м ки гранаты киты все необходимые составляющие для взятия раунда есть вам кал правда не то чтобы в этом раунде полбай у них еще следующем есть чем закупиться так по краду тут зашивает на фане успел уйти с линии огня до того как его настигнет уже поднимающийся против особо ничего не меняет амкал вот раз пришел кайрон на помощь на фане нашел фраг моментально его разменяли пошел выход уже на точку а агрессивно здесь действует игрок атаки воу айси неплохой хэдшот травис тоже отключается фрагом и последний со спины пытался зайти паузу никто не засейвил и амкал пока что действует очень хорошо давайте возьмем паузу есть такое ощущение что ну вот вот сейчас она очень к месту важнейший был раунд они раздобыли для себя все что есть не по сути эко ведь выиграли да там прошлом были 5-7 там одна за севель на эмко одну докупили здесь у них наконец появляется авик все необходимые девайсы гранаты и они просто ну практически в ноль раунд проигрывают и сейчас очередной 2 кабай а соперник уже практически вышел на шестой раунд кайрон в этот раз в агрессии пошел соло на фане его не прикрывает не было никакого размена пришел сейчас через паузу зорта не догорел молотов но до крат справился и команды не юз по что-то другое я бы поверил что может даже да даже и раунд выиграть но мало вероятно один килл до 2 в голову можно открытие окра тут же моментально разворачивается сирень по инфе тиммейта отработал но его самого в спину идут уже там убивать на бомба будет на точке б шестой для мкал ну практически не минуем так сдаем ждет как раз сирень что вы могут здесь зажимать ой тайминги а он не дочекал бывает бывает и такое знаешь я хочу чтобы бы двум поставили паузу вот то что сделал кайрон сделать просто втроем вместе под гранаты постараться найти плюсы как делал на фане с файв севеном на рампе только с девайсами и в размены все не будет окей пока ни разу мы этого не видели пытается на фане брать на себя один игру а тут и не всегда так размотри а как раз вот бэт бум наверное хотят сделать то о чем ты говорю смотри они вместе пикают рампу тут для соло раскидывает гранты форестер атака тем временем почти всем составом под б поймали вот это бы ранее было бы вообще хорошо но окей лучше поздно чем никогда тот самый магножеств еще команды бэт бум готов принимать но трэвис оказался сильнее сирей на холпе круат отличный хэдшот и большинство для амкал знаешь тот момент когда ты вроде все сделал правильно заколил все потому но все равно вернике они в этот момент решают сыграть по-другому а ты камкал же тоже они же тоже как и ты сидели и такие они наверно сейчас пойдут и просто толпой на рампу заломиться я просто ждал этого давно это слишком долго бэт бум решали сделать то что они сделали в этом раунде тушь хотят литвейт производить там полу жесткий молит полетел не может ничем тиммейту помочь сейчас азорты ну и кайрон успел двоих забрать тут можно на самом деле шотн из дэйма но тот закрывается понимаешь что играет против авика а у того уже заканчивается время седьмой для амкал найстрай бэт бум но этот ретейк произвести они не смогли но мкал браво очень хорошо читают игру бэт бум пытаются подстроиться но в этом раунде вообще не угадывают с выходом вот атаки и его тайм-аут хотя я вот все таки лоббировал его немного ранее сейчас бы можно было и второй взять такими темпами хотя с другой стороны это пик соперника возможно быть бум уверены в своей атаке и не чувствует что что-то конкретно идет и так а просто пытаются по ходу дела подстроиться под противником но не знаю может быть изначально план на игру бэт бум такой был что они укрепляют миддл и б точку и оставляют только на фане как раз к на фане и ходили все это время и последний момент только поменяли вектор атаки на б-плент амкал но смотрится хорошо амкал действительно это стоит отметить подготовка то как они действуют минимальное количество ошибок ну что тут не стали ломиться на рампу бэт бум это очередной 2к бай от бэт бум но с авиком с м-п-шкой такой интересное экономическое решение назовем это так попытались травиться под душить поддавить каешке конечно не попал но огрызнулся соперника отогнал под точка b пространство за бесплатно по крайней мере не отдал посмотрим сработать и авик от зорда позиция все-таки сильная но оттуда можно и не темпами его просто во фланг забрали корон один размен тут же на фоне через смоки находит свой фраг и это 3 в 3 не стоит забывать что 40 кп у магна с самого старта этого раунда под точкой б он получил просто тонну урона но все еще в агрессивных позициях у бэт бум есть игроки ну а если ждет врыва ничего пока не происходит магноже спине тоже ждет выхода от амкал этот вопрос только в том когда амкал решат пойти на точку вот магножец уже начал двигаться с дэйм под таймингом а заметил как же магножец хорошо сыграл сейчас пошел в итоге на мид и тайминги выиграли сейчас бэт бум очень хорошее сиренинс готов принимать минус по трэвису плюс молотов ну тут очень ждали ошибки противника амкал в итоге не дождались но в их ситуации тот факт что они поставили бомбу это уже чудо и просто уничтожение с дэйма 1 2 3 а там еще айси если что останется на пачку поэтому с дэйм так смело и самоотверженно играет сирень 1 на 1 пытается перестрелку против дэйма найти но айси все контролит так дэйма забрал а вот с 5 7 уже свой фраг дать не смог восьмой для амкал даже такие сложные раунды 2 в 3 хорошая позиционка после установки бомбы и бэт бум ничего не могут с этим сделать хотя знали что скорее всего выход будет именно на . ух ну и очередной бай от команды бы там как тебе вообще то как бэт бум своей экономики распоряжаются потому что наши зрители экономику могут себе легко подправить промокод дачи действий для всех новых пользователей на сайте бэт бумовых приложений заходите и регистрируйтесь с промокодом дача и забирайте свою тысячу фребетов что нужно сделать команде бэт бум чтоб вернуться вот я не знаю вообще я даже предполагать не буду ты знаешь я теперь я сегодня не 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 готов такие сложные вещи сейчас ты самый лучший бай снова нет борьбы за рам есть мкал контактом доходят до плента то часто оказываются сильнее посплент ситуации зонта интересная позиция кайра нашел фраг ну все это раунд для бэт бум я вот прям чувствую я вот я я смотрю на мини карту на вот эти 4 а от бэт бум здесь четыре игрока мкал что может пойти не так да все может пойти не так и хотите о подцепил на фоне ты посмотри как ему это просто или прилетела как шоссе калаша 30 п оставляет жестко врывается крат размен тут же кайрон 2 фрага сирень тоже подоспел ну и все фореста родим в 3 любом случае даже если 8 будет вот так это отлично результат для мкал довольны но тут еще форекс сказал свое слово может раскрутиться но нет размен имеется третий для бэт бум в 3 это молодые четвертый тоже маловато вопрос а ну все руки деньги есть думал что они снова выстрелы выигрывали они конечно многое теряли когда выигрывали но все-таки победа были поэтому на деньги на по цене раунд вам кал остались бы дом тоже докупиться без проблем ну все равно тут нужна идеальная так как бы не идеально если 4 до 8 6 форестер тут без проблем на фоне забирает на фоне вот с тех пор когда у него было 5 на 6 стата его кошмарил рампу успела дать лишь один минус через смоки из 5-7 и все пока его контрит это же вопрос почему один не было никого размена до этого были хорошее решение тройкой и опорник точки б тоже не смог здесь совладать и траве с отличный хэдшот зорта хоть как-то отвечает на 2 в 4 ситуация и сложно все для бэт бум бомба будет установлена за рта уже последний по нему есть информация и мкал готова забирать для себя 9 у меня складывается оценочное мнение личное субъективное ощущение что бэт бум просто не нравится играть вертига 0 cool пацаны гоя к окей что ты молчишь я а я и я и и и и и и Едем дальше, 3-9, аж 9 раундов взяли Амкал в атаке и ну тут особо не создать интригу, как будто бы Амкал должен такой завернуть, хотя с 9-3 счета вообще возможен камбэк, тем более в атаке на вертига могут бэдбум раскрутиться, но вот есть ощущение, что вертига как будто бы вот им, ну вот не по кайфу. Ну если смотреть на винрейт, то 67 процентов это норм, то что они выигрывали у экстатик 13-4, это тоже о чем-то говорит. Ну то, что это после их пермобана Инферно, следующая карта, которую они почти не играют, но все-таки тоже, знаешь, сигнализирует о чем-то. Это да, но Амкал показывают уже второе хорошее вертига подряд и сложно здесь будет бэдбум вернуться, надо начинать с малого пистолетного раунда. Амкал поставили тайм-аут перед пистолеткой, а? Ну у них-то тайм-аутов еще много, почему бы сейчас не потратить время на тайм-аут, тем более, если у кого-то появилась, да, какая-то светлая мысль, какое-то наблюдение или просто сказать так, пацаны собрали в кучу, то почему бы не потратить? Поехали. Давай смотреть. Тот самый новичок команды Амкал тоже хорошо отыгрывает сейчас, 14 фрагов, 5 смертей. Свою работу делает отлично, пошел быстрый выход через рамп, но как только крат услышал, включили шифты. Чем-то мне это напоминает бай-а-раунды первые Амкал в атаке. Да-да-да-да, именно так, также три игрока с рампы пытаются подняться, с рукава кто-нибудь один заглянет, но на этот раз обошлось просто без агрессии от обороны. Крат в довольно агрессивной позиции с долберетами, полетит ли какая-то флешка тиммейта, плюс еще будут привлекать себе внимание, и крат может неплохо тут раздать, полетел молик, и все, тут открытие, крат с долберетами успевает забрать только одного игрока, а теперь падает еще и Форестер. Кстати, это проблемки, потому что все-таки теперь точку защитить будет тяжело, а то Айси разбирается с магна, 3 в 3, бомба выходит на установку, смоки уже разъелись, падает зорто, и бомба не стояла, промахивается с дэйм всеми патронами, тиммейты должны прикрыть, помочь, поддержать. Все, добрали сирень и тут же падает на флане. Слушай, так все неплохо, да, начиналось для Бэтбум? Да, но Айси на дальней дистанции с Юспа очень много фрагов дал, после этого, пожалуй, пришел в плент, пришла халпа, и Бэтбум тут по стрельбе что-то не пошло при заходе на точку, да и крат, на самом деле, в упоре мог давать больше, чем один. Да, да, согласен. Ох, ну и ладно, а Бэтбум поиграет с Галилом на зорто, ему на фан его подарил, на зорто есть. Каска, может быть, какие-то киллы удастся здесь подавать, но... А взять и раунд, и пока слишком рано говорить. Вот убьет кого-нибудь, вот кто-нибудь из тиммейтов подберет девайс, вот там уж посмотрим. Сдаем там, смотри, спрятался не только на вертига, но и на монитор отвертки. Окей. В центре карты разобрались, ребята, и замкал. Тот самый Галил не был реализован. Мы тоже с последней с Глоком. А, не прочекал, ай-яй-яй. Ну ладно, уже полетел, согласись, да? С Дэм полетел, просто волосы назад, такой, ну все, давай заканчивать, давай быстрее заканчивать вертига. Да, потому что Тол не очень любит эту карту. Ну не, у меня просто, я... Не, ну понятно, я-то не в матчах играю, но у меня есть такое. Типа, знаешь, остался один какой-то бедолаг, вы пять в один. Ты знаешь, что у него Глок, и он жмется там где-то вообще по углам, и ты просто летаешь по карте уже, даже если меня убьют, пускай тиммейты будут знать, где он. Чтоб его скорее добрали. Ну да. Тут согласен, множество уже Галил, и тут можно повыбивать девайсов. В следующем раунде будет бай в любом случае у Бэтбум. Они брали только один Галил. Нафани возьмет себе либо снова Галил, либо какой-то фармган или пистолет. Ну и только Кайрон у нас пытается по фрагам что-то делать. Тринадцать фрагов и тринадцать смертей. Не, ну так, конечно, тоже нельзя говорить. Наверное, все пытаются что-то делать. Но получается, с точки зрения фрагов, понятно, что все пытаются. Корона получается лучше всех. Ну что, поехали. МАК-10 от Нафани. Снова действует он агрессивно под точкой А, на этот раз, в рукаве, на желтом, на тенте. Кстати, у Крада интересные приключения намечаются. Молик под него прилетит, он тут же, конечно же, себя потушит. А Форестер? Откуда вообще Форестер открылся? Двуз, наверное, делали. Как-то очень легко этот килл он достался, тут же падает Нафани. Но, как говорил классик, пофиг, проиграли. Ну, подожди, я думаю, тут уже можно заходить и давать какие-то фраги, но да, получается. Знаю, где у нас находится крат, его нужно нажимать и все меняется. Трэвис, один, два. Трэвис-то все ближе-ближе к точке А, но его ждет Магна. Ловкий хэдшот, квадрокилл в стол. Считай, раунд выиграл. Ну и Корон, который вот я звучал в начале раунда, тоже подтянулся. Включился Магноджес в нужный момент. С хорошей позиции выходил. Хорошие углы брал для того, чтобы перестреливать своих соперников. И как-то Бэтбум имеет шанс вернуться на этой карте. Такой вот интересный экономический раунд. Кто-то армор себе купил, кто-то сьюспом без армора, у Слейма просто денег нет. 4000 у Айси. Он хочет авик. Айси с авиком. Ой-ой-ой. Мы этого не видели. Вы, фишечная была. Разрывная. Хе-хе-хе. Ох, нафан еще прострелом получил. Еще и следующий раунд отправился. Но тут уже выход на точку Б. Сирень против Юспа. Ничего не смог сделать. А теперь уже АК-47 у Слейма. Еще и скорость на размене, на зото. Отличная работа. Но Айси наконец-то смог дать ответный фраг. Ситуация 2. Просто с одной улетает от пули крада. И Кайрон 1-2. Знает, что в КТ был игрок. Начинает аккуратно здесь пушить. Возможно Айси услышал. Возможно услышал топот. Даже если не слышал, он в любом случае предполагает, что его пойдет пушить. Да, Кайрон. Потому что такой ситуация в клатче. Хочется где-то что-то запушить, где-то информацию собрать. Айси. Так, есть контакт. Но, наверное, здесь нужно пожить. Как-то попробовать краду уйти и сбежать. Улететь. Пока тиммейт постепенно подходит. Тут же подключение от Айси и отключение Кайрона. 12 для Амкал. И это, по сути, было экономически. Браво, Амкал. Очень крутой раунд. Позиционно все грамотно сделали в размен. И стрельба тоже не подвела. О-о-о. Ну, такое больное поражение, конечно, будет для Бэтбум. Возможно, они его, ну, знаешь, отпустят так. Ну, и ладно. Но вот так вот прям вообще ничего не получается. Даже те раунды, где они добывают для себя какое-то преимущество, тут же это преимущество растворяется, как будто бы его и не было. Но и сейчас закупается с очередным Маком на Нафане. Даже с Галилами вынуждены будут поиграть. Но все-таки есть калаши. Посмотрим. Просто такие раунды отдавать нельзя. После того, что взял Магноджис, должны брать серию Бэтбумбули, но не получилось. Тем временем Нафане еще одной раз пошел. Попытался найти опен. Без размена. Погиб. И контактный выход на центр у нас готовится. Здесь с Дейм. Плюс молота в мид. Ой, какая хе прилетела сейчас. Да уж. И теперь для эммок тут просто еда. Просто раздолье. Сирень с первой же улетает. Еще одна хе. Они их так будут надкусывать раз за разом. Остается только двое. Магнол и Кайрон. И похоже, что недолго этот Вертига будет продолжаться. Похоже на то. Есть информация уже по одному игроку Бэтбумбули у защиты. Кайрон. Пост Дейму нашел фраг и при этом остался красный. Сложно здесь будет выиграть. Крад уже поджала точку. Амкал все, что нужно. Доиграть на размен. Принять Б. Ну, кстати, Трэвис может умереть. Если не оступится. Что и происходит. В любом случае, в сайте есть еще кому сражаться. Форестер дает свой фраг. Магна 20 секунд. Два оппонента у него здесь за Электриком. Но ни одного забрать уже не получится. 13-4. Учисленный фраг.